Гастролирующие мастера делают свои шедевральные работы и вам кажется, что они делают их благодаря машинке, которую они продают? Или может быть какой-то ваш любимый мастер делает классные работы и вы хотите купить именно его машинку, думая, что это дело в ней? Что ж, давайте разберемся. Меня зовут Елена Нечаева и сегодня я расскажу вам о разнице между очень разным оборудованием. Существуют машинки для перманентного макияжа и существуют машинки для татуировки. Сейчас на самом деле мастера очень опытные, работают всем и машинки для татуировки, они такие же роторные, они превращаются часто уже в ручки. Это не что-то такое гигантское, некрасивое из каких-то катушек, проводов и длинных страшных уголок. Нет, они также работают модулями, у них есть модуль единички и очень многие мастера, которые гастролируют по миру, делают классные работы, работают именно на этом оборудовании. Татуировки это вообще в принципе что-то такое, очень толстая кожа, сильное усилие, кровь, большая мощность, иглы большими пучками работающие. Но на самом деле это не так. На самом деле машинки для перманентного макияжа, как очень дешевые, так и очень дорогие, они гораздо слабее. Вот что я вкладываю в это слово слабее, сила удара иглы, она настолько бывает недостаточной, что машинка для перманентного макияжа кожу как бы не прокалывает, а царапает. То есть она воткнулась и скорости, сила удара у неё недостаточные и она не успела выйти, а вы уже рукой двинули и получается воткнулась и царапина. Если на огромном увеличении это выглядит примерно так, на ваших бровях это практически не видно, единственное, что может быть чуть больше сукровицы. И это слабые машинки, у которых не хватает силы удара. И тут как раз наоборот получается, что машинки мощные, татуировочные, допустим, с мощным мотором, даже может быть с вынесенным мотором, как на некоторый Г-образный мотор, кажется, что они должны сильно травмировать и повреждать, но нет. Если вы будете точно так же работать, как и перманентной машинкой, вы поймёте, что просто она травмирует даже немножко меньше, чем машинка, как вот говорят производители для перманентного макияжа. Нежная, классная, там чувствует кожу, у неё выставляется какие-то куча параметров и регулировок. Ну вот я с этим в корне не согласна. Всё дело в скорости и силе удара в машинке, вот в этой чёткости работы. И татуировочные машинки, на самом деле, они, конечно, мощнее. Если вы выкрутите вольтаж на максимум на блоке питания, то ей можно разбить кожу до, не знаю, до черепа, но никто этого, конечно, делать не собирается. Но зато в татуировочных машинках можно уменьшить настолько вольтаж на блоке питания, что она будет прям как бы еле прикасаться. Ей можно работать не спеша, если вы не умеете, допустим, махать рукой быстро. Поэтому мой вам совет, оттачивайте свои навыки на машинках, на тех машинках, на которых вы обучались. Поработайте на них, может быть, несколько месяцев, полгода поймёте, какая у вас техника, скорость движения, какая вам удобна. И вы можете спокойно абсолютно купить любую татуировочную машинку, сейчас они вот прям классные в виде ручек, и ею работать и делать такие же работы, как ваш там любимый мастер, который может, в принципе, на самом деле работать всем, потому что он просто опытный. А в данный момент он работает этой машинкой, чтобы её продавать и пиарить. Потому что это мода на машинке, там все кинулись на одну, потом все кинулись на другую, потому что гастролирующий мастер проехал и её пропиарил. Когда-то в силу неопытности я тоже думала, что вот там какие-то классные мастера делают свои классные работы и всё дело в машинке. И я поехала и купила биотек, он стоил очень дорого, я работала-работала, я понимаю, что не то, не понравилось, не нравится эта машинка, я её отложила, больше я не работала. Потом точно так же у меня был любимый мастер, который там работал на NPM, я поехала к ближайшему дилеру, попробовала. Мне было непонятно, но я её купила, потому что я подумала, что я её откатаю, распробую и буду на ней делать такие же работы, как тот мой любимый мастер. Я просто не могла поверить, что машинка, которая стоит больше 200 тысяч рублей, может быть посредственностью. Причём даже не то, что посредственностью, а хуже самой дешёвой китайской машинки с модулями, на которых работает очень большое количество мастеров. Но это оказалось так. До сих пор я считаю, что машинки NPM и биотек, они не стоят совершенно своих денег. И какая-нибудь машинка татуировочная типа Шаена или Ксиона или подобные им, они стоят дешевле. Они также работают модулями, ими работать можно в любых техниках, и они справятся с любой абсолютно кожей. И вот эта вот скорость удара, я вам покажу это на практике, она есть, разница есть. То есть она травмирует на деле при своей вот этой мощности меньше, чем вот эти все распиаренные машинки, которыми многие мастера до сих пор мучаются и так и не могут сделать классных работ. Если вы только недавно обучились, и вы мучаетесь выбором аппарата, если школа, в которой вы обучались, пытается вам продать дорогой аппарат, если вы думаете, что купив дорогой аппарат, которым работает ваш какой-то любимый кумир-мастер, поможет вам научиться делать такие же работы, вы ошибаетесь. На самом деле работы практически любые можно делать недорогим оборудованием. Все дело, как я всегда считала и считаю, в руках и в ваших навыках. Но, конечно, оборудование значение имеет. И как ни странно, я для себя спустя много лет работы сделала вывод, что оборудование перманентного макияжа, которое продают за деньги большие, от 200 тысяч, оно вообще не лучше, а иногда даже хуже, потому что, допустим, тот аппарат... Я его хер продам, б**ть. Аппарат NPM, который валяется у меня на складе просто без дела, он настолько травмировал кожу сильно, там были такие корки сильные, чтобы не пели вот эти сказочники, которые пытаются его продавать, он не делает классных работ. То есть у них, может быть, получается хорошие работы вопреки этому аппарату, а может быть, они даже делают их другими. Поработайте на недорогом оборудовании, поймите, какой у вас стиль, скорость движения руки и уже под свой стиль подбирайте аппараты. Пробуйте их на выставках, пробуйте их в магазинах, смотрите обзоры, в конце концов. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok